В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. На предпринимательской конференции решались вопросы развития бизнеса в регионе. Награждение лучших работников культуры города. 28 мая начнется карагандинский этап чемпионата Азии по велоспорту. Как сообщили в пресс-службе Акима области, в сельском округе Талдышетского района был зафиксирован падеж среди кур. По биологическим исследованиям, которые проводились в лаборатории национального референтного центра по ветеринарии города Астаны, был поставлен диагноз – болезнь Нью-Касла. От инфекционного заболевания погибло около 200 голов кур. Его возбудителем являются больные домашние или дикие птицы, обычно голуби или воробьи. Болезнь Нью-Касла не относится к числу особо опасных и не представляет угрозы для здоровья других видов животных и человека. Ветеринарными организациями Шетского района проводится вакцинация здорового поголовья кур и все необходимые карантины и мероприятия. В настоящее время ситуация находится под контролем и причин для беспокойства нет. В Караганде прошла конференция предпринимателей, направленная на развитие экономического потенциала области, расширение сотрудничества бизнес-сообщества и государства. В мероприятии приняли участие более 300 человек, в том числе представители государственных органов, отраслевых ассоциаций и объединений предпринимателей и институты развития. До начала пленарного заседания для предпринимателей была организована работа консультативной площадки, на которой эксперты Палаты предпринимателей области, специалисты институтов развития, банков второго уровня познакомили предпринимателей с возможностями развития бизнеса и защиты их законных прав и интересов. Конференцию открыла Кимобласть и Баужан Амтишев. Развитие бизнеса, поиск новых возможностей для наращивания предпринимательского потенциала – вот основные задачи, которые стоят сегодня перед нами. И сегодня вместе с вами мы должны обсудить, как это можно сделать, как надо и обрадимодать совершенствовать все наши взаимодействия. Целы предпринимательства области динамично развиваются, об этом свидетельствуют итоги прошлого года. В ходе конференции обсуждались актуальные вопросы развития бизнеса области, пути индустриально-инновационного развития региона, содействия открытому диалогу между властью и бизнесом. Предпринимательскому сообществу были представлены делегаты Первого съезда Национальной палаты предпринимателей. На съезде представили к обсуждению рекомендации 11 делегатов. Не секрет, что сегодня уже существуют проблемы с квалифицированными кадрами, и что палата тоже может решить эти вопросы. Достаточно много направлений и достаточно широкий круг вопросов, которые будет решать Национальная палата предпринимателей. Поэтому я думаю, что после этой конференции предприниматели должны выйти с уверенным убеждением, что это нужно. В завершении мероприятия между Акиматами Карагандинской области, в лице Акима Карагандинской области Баужана Абдишева, и директором палаты предпринимателей Мадинет Божбановым была подписана декларация о сотрудничестве, в которой подтверждена готовность к эффективному сотрудничеству государства и бизнеса. Жезераб Драимова Айденжакан Бахтяруспанов, Первый Карагандинский. В областном Акимате состоялось заседание постоянной комиссии областного маслехата по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, аграрным и экологическим вопросам на текущий год. Заместители Акима области, Акимы городов и районов, также руководители областных департаментов обсуждали самые актуальные вопросы региона. Открыл и ввел заседание председатель постоянной комиссии областного маслехата Александр Борисенко. Первым вопросом стал ход реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Всего с начала реализации данной госпрограммы в области по всем направлениям поддержан 331 проект. В 2013 году 69 проектов получили одобрение со стороны государства. Об этом проинформировала заместитель руководителя управления предпринимательства Татьяна Аблаева. В 2013 году на реализацию программы было выделено 2,429,000,000 тенге. Все средства освоены в полном объеме, согласно плану финансирования. В том числе по инструменту процедирования процентной парки по кредитам первого и третьего направления выделено 2,320,000,000. По итогам 2013 года освоено полностью давление скума. На сегодняшний день в области функционирует мобильный центр поддержки предпринимательства, где специалисты фонда ДОМУ проводят разъяснительную работу по госпрограммам. Еще один немаловажный вопрос – экологическая обстановка региона. Эту тему затронул руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Шагурашид Мамалинов. За истекший период управления природных ресурсов совместно с другими управлениями, другими местными исполнительными полномочными органами выведена определенная работа по исполнению решения высших разной сессии. Расработана государственная программа по управлению водными ресурсами на 2014-2015 годы, где по предложению Акимата области включены два проекта. Конструкция растительных систем на Жаркадракском, массиве решения с наивлением передовых технологий решения – там более 7 миллиардов тенгель. И также Жыздинский, Талапский магистральный водовод в Каналинском тоже приезжал 1,5 миллиарда тенгель. В регионе разработан план мероприятий по реализации проекта модернизации управления по утилизации твердых бытовых отходов. В первый этап реализации включено строительство мусороперерабатывающего завода для пяти городов Карагандинской области. На сегодняшний день обоснование инвестиций ТЭО разработано и включен концессионный проект в рамках государственного партнерства. Сейчас еще на уточнение будет подана на корректировку еще бюджетная заявка. Во второй этап реализации планов мероприятий включены города Жисказган и Садпаев, а в третьем этапе планируется охватить и город Балхаш. Что касается озеленения, то в текущем году в Государственном лесном фонде посажено 600 тысяч саженцев на общей площади 240 гектаров. Также в области разработан план мероприятий по модернизации и строительству канализационных и очистных сооружений городов и районов области на 2014-2018 годы. «Есть перечень вопросов на те моменты, где должны утилизироваться. Например, на сегодняшний день мы ставим твердый вопрос по утилизации производства зажиганных лампок. Наши требования во все города и районы о сгоре их отдельно. Уже в Карагаде, в 10 местах вы видите, вот даже вот здесь, вот рядом с Ахиматом, находится тоже ящик, куда собираются эти лампочки. И в Балхаши уже запускается производство, правильно же, по утилизации лампок. Такие вот моменты, такие проекты есть. И это основные те проекты, которые на сегодняшний день мы должны уделять внимание». Члены постоянной комиссии обсудили и вопрос своевременного вывоза и переработки мусора. По данной теме свое мнение высказал председатель постоянной комиссии Александр Борисенко. «Официально заявляю, чтобы вы рассмотрели проект, который мы подготовили и ставим сейчас в Повладае, на переработку и сжигание мусора. В атмосферу не выбрасывается ничего. То есть бумагу, пластик, металл можно выбрать, а все, что осталось, вся органика, вся сжигается». Участники заседания всесторонне обсудили самые актуальные темы региона и озвучили свои предложения. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. «Профиль «Галдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль «Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Сегодня Всемирный день культурного разнообразия. В этом году он проходит под девизом «Во имя диалога и развития». В этот день в городском Акимате чествовали лучших работников культуры Караганды. Впервые этот праздник начал отмечаться 21 мая 2003 года. В Караганде в городском Акимате прошло заседание в честь Дня культуры. Со всех концов Карагандинской области были поданы заявки от работников культуры и искусства. Была проделана серьезная работа по выбору лучших из лучших кандидатов по семи номинациям. Участие в конкурсе приняли хореографы, вокалисты, библиотекари, организаторы досуга. Заседание началось с поздравления Акима города Караганды Мейрама Смогулова. Хотелось бы, конечно, при двери и праздника поздравить вас. Сейчас, наверное, ни одна отрасль производства не находится без сферы культуры. Победителями лауреатов премии Акима города Караганды стали семь номинантов, получившие сертификаты на сумму по 100 тысяч тенге, диплом и памятные подарки. И все лауреаты получили благодарственные письма и почетные грамоты. Я хочу спасибо сказать городскому Акимату за то, что они нас сегодня не забыли в этот прекрасный день. И день работников культуры устроили нам, несмотря на погоду, замечательный праздник. И, конечно же, я хочу сказать администрации стадиона «Шахтера» большое спасибо за то, что они всегда меня поддерживают. И как бы без них этой награды бы не было. А всех работников культуры я хочу поздравить с этим замечательным праздником. Лариса Хусеинова, Габелян Курышбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. С этого года минимальная стоимость высшего образования будет составлять 345 тысяч тенге. Раньше студенческая минималка вела отсчет от 250 тысяч. Наша съемочная группа выясняла мнение карагандинцев, согласны ли они платить столько за своих детей. На подготовку специалиста в университетах выделяется 345 тысяч тенге. Это грант. Теперь эта сумма будет минимальной для будущих студентов-платников. Ведь, согласно пункту 8 в статье 62 закона об образовании, затраты вузов на одного обучающегося на платной основе не могут быть менее размера образовательного гранта или государственного образовательного заказа. Количество самих грантов в этом году состоит 34 165, в том числе 500 для студентов заочного отделения. Мы узнали у горожан, как они смотрят на это повышение. Одни считают дорого, другие нет. Конечно, дорого. Хорошо, у кого такие богатенькие или средние такие, а вот такие, которые низкого, заработки, семья большая, большая. Они туда не попадут. Это дорого, потому что не каждый сможет позволить себе это. Особенно, если зарплата 60 тысяч тенге, да, то, конечно, я считаю, что это дороговато. Но я так думаю, что государство будет выделять гранты, и пусть тот, у кого есть знания и есть большое стремление к труду и к учебе, пусть дерзает и поступает на гранты. А вот те, кто поленится, будут платить 345 тысяч тенге. Так что те, кто хочет пожалеть карман своих родителей, должен задуматься и еще больше проводить время за учебником и тестами. Как повышение платы за образование отразится на повышении качества обучения, пока никто комментариев не дает. Амина Смакова, Ужас Габасов, Аксер Аспанов, Первый Карагандинский. 28 мая в Караганде будет проходить этап чемпионата Азии по велоспорту. Столь престижные соревнования впервые будут проходить на казахстанской земле. Они собрали рекордное количество участников. 357 человек представляют 29 команд азиатского региона. Сегодня во Волосном Акимате прошел брифинг, посвященный предстоящему спортивному событию. О Казахстане знают во всем мире. И благодаря спорту тоже. Александр Минокуров, наш велосипедист, стал олимпийским чемпионом. Причем он первым завоевал золотую медаль нашей команде. Анатолий Степаненко, наш карагандинец, бронзовый призер Мюнхенской олимпиады по велоспорту. Исторически Караганда готова принимать участников чемпионата Азии по велоспорту. В прошлом году в столице Индии, в Дели, участвовало 33 страны, 22 страны, точнее. А нынешний, 34-й чемпионат Азии, уже собрал 29 стран участников, приблизительное количество участников – 357. Проведение такого масштабного мероприятия в Караганде даст новый толчок к развитию спорта в регионе. Генеральный секретарь Азиатской Федерации велоспорта остался доволен шоссейной трассой, на которой будут проходить соревнования. Хотел бы выразить благодарность всем вам и в первую очередь господину первому заместителю Акима области за то, что Караганда принимает азиатский чемпионат по гонкам на шоссе. Хотелось бы подчеркнуть, что это первый прецедент организации азиатского чемпионата по велоспорту как на шоссе, так и на велотреке на территории Республики Казахстан и в городе Караганде. Погода благоприятствует для проведения чемпионата. По имеющимся у меня данным, Караганда является кузницей олимпийских кадров, что находит подтверждение на последних олимпийских играх. После высокой оценки нам остается только провести этот чемпионат на самом высоком уровне. Уже согласован план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата. Определены ответственные государственные структуры и учреждения. Разработан и утвержден маршрут соревнований. Планируется, что от Карагандинской области в юниорской возрастной группе выступят два спортсмена Сергей Шатовкин и Роман Василенков. Сергей Высокосов, Габиден Гурышбеков, Батья Руспанов, Первый Карагандинский. В Каркаролинске состоялся областной ежегодный слет юных инспекторов движения. 18 лучших команд боролись за право стать первыми и получить право участия в республиканском конкурсе юидовцев. Движение «ВИД» было организовано в Карагандине в 1000 году, когда прошел первый областной слет. На протяжении 15 лет все больше школьников интересуются правилами дорожного движения. С удовольствием участвуют в работе юных инспекторов не только, чтобы показать свои знания на слете отрядов, но и в пропаганде знаний правил дорожного движения среди сверстников. В этом году озоровительный лагерь Жоздаурен Каркалинского района принял 18 команд из образовательных учреждений Карагандинской области. Директор озоровительного лагеря Светлана Бесимбаева приложила все усилия, чтобы ребята не только активно участвовали в конкурсах, но и просто от души отдохнули. На торжественное построение отряда юидовцев поздравили с началом слета Еркобыл Жукенов, заместитель начальника управления административной полиции области. В первую очередь хочу поблагодарить всех детей, которые прошли своих весь год, проходили районные соревнования. Среди нас здесь стоят победители районных соревнований. Победитель сегодняшних соревнований будет представлять нашу область уже буквально через месяц на республиканском соревновании в городе Ускаменогорске. После расселения по комнатам отряды собрались во дворце культуры Каркалинска, где представили свои презентации на тему «Мой отряд». Юидовцы соревновались между собой в надежде завоевать победу. Для этого они должны были показать себя в строевом смотре, фигурном вождении велосипеда, а также знаниях правил дорожного движения. По итогам конкурса первого места в общем за счете 15-го слета Юид занял отряд школы-лицея номер 101 района имени Казабек-Би города Караганды. Второе место занял отряд средней школы номер 2 Каркалинского района. И третье место разделило два отряда школы-гимназии номер 95 Октябрьского района город Караганда и отряд средней школы поселка Майоровка Нуринского района. Неважно, какое место было занято на соревнованиях, главное, что ребята стали сплоченнее, нашли новых друзей и просто отдохнули. Райхан Мадидхан, Ирина Андреевская, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В Свято-Виденский собор на следующей неделе прибудет пояс Божьей Матери. Священный кусочек материи обладает исцеляющими свойствами. Более подробно об этом наш корреспондент Амина Смакова расскажет. Пояс Божьей Матери кочует по всему миру. Чудодейственный кусочек материи по преданию принадлежал Деве Марии. Мать Иисуса отдала материю одной из женщин, которая ухаживала за ней до самой смерти. Исцеляющий пояс сохранился до наших дней. Хранится в Москве. В наш город его привозят впервые. Прикасаться к нему горожане смогут не только днем, но и ночью. Отец Ахия Свято-Виденского собора рассказывает, что многие женщины, страдающие бесплодием, после прикосновения к поясу могут забеременеть. Обладает действительно чудотворными свойствами. По крайней мере, сохранение свидетельства в монастырях Афона, в Атапеде, где большая часть этого пояса хранится, который был не так давно в Москве. И не только в Москве, а по России возили его верующие люди, кто не могли долго забеременеть, они женщины, они несли после этого. По словам священнослужителя, прикоснуться к поясу Божией Матери могут все желающие, независимо от вероисповедания. В Свято-Виденский собор неоднократно привозили святые исцеляющие вещи. В 2012 году в нашем соборе находились мощи святых преподобных мучениц Великой Княгини Ельсавиты и Иннокине Варвары и Святого Луки. Чуть позже были привезены чудотворный лик Божьей Матери, называемый «Неупиваемая чаша», которая славится своим скорым исцелением страждущих от недугов, наркомании, алкоголизма и курения. Амин Смакал, Олжас Габасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Аман Сауголмстер. 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 Продолжение следует...